Это новость ОТС и мы продолжаем. До конца года в Новосибирской области создадут регистр взрослых палеотивных больных. С маленькими пациентами проще, знают всех до одного. Такое заявление сделали сегодня представители регионального Минздрава. Специалистам придется работать в новых условиях, они появятся с принятием нового закона. Тему продолжит Константин Клещин. Палеотивная медицина занимается теми, кого врачи уже ли еще в силу возможности отрасли излечить не могут. Но это не означает, что у людей пора скидывать со счетов. При должном уходе и заботе жизнь такого человека можно существенно облегчить и продлить. Раньше была проблема, состоящая в том, что когда мы выставляли больному окончательный диагноз, и когда говорили, ну все, он достиг определенной стадии развития, и здесь мы его не можем никак помочь, мы его выписывали домой. Сейчас стало понимание, что мы можем и дальше оказывать помощь этому пациенту, велось такое понятие, как палеотивная помощь. Принятый недавно закон многое меняет в работе специалистов. Например, в поликлиниках откроют двери кабинеты палеотивной помощи. Для пациентов упростят процедуру получения обезболивающих наркотических препаратов. Приступит к работе стационарное отделение 12-й больницы на 5 коек для начала. Они уже, как я сказала, отлицензированы. Мы сейчас решаем организационный вопрос именно по маршрутизации. Из каких стационаров к ним будут доставляться пациенты, какого профиля. И у нас планируется открытие сестринского ухода палеотивного. Это при Сузунской ЦРБ. А начиналось все пять лет назад с больницы в Барышево, где открыли специальное отделение. Пять мест для детей и 30 для взрослых с онкологией. Спасибо персоналу. Очень внимательно относятся ко всему. При первом же обращении все бросают, подходят и начинают заниматься ребенком. Ну и лекарства все, которые нужны ребенку, ни разу не сказали, что там такие, такие. Как бы они все находят, привозят. Очень важная новелла недавно принятого закона то, что не только медики приходят на помощь пациентам с палеотивным статусом. Да, мы сегодня имеем волонтеров, мы имеем религиозные организации, мы имеем психологов. В первую очередь, конечно, медицинских работников, которые оказывают помощь. Но без поддержки социальных работников и работников социальной сферы крайне сложно реализовать все те условия для качественного оказания медицинской помощи, которые сегодня имеются. Причем поддерживать надо не только палеотивных пациентов, но и их близких. Ведь они ухаживают за больными 24 часа в сутки. Константин Клещин, Евгений Агеев, Новость ОТС.